Алексей Бобринский, Эрмита Петербургская сказка, глава 7. Вишнёвый сад. Для посетителей летний сад уже был закрыт, но Эрмиты, как всегда, провели Федю через какую-то только им одну известную калитку. «В летнем саду с давних времён живут Эрмиты-огородники», — объяснял Иоанн. «Огородники в летнем саду?» — удивился Федя. «Ну, конечно! Сначала этот летний сад назывался «Царёв-огород». Когда царь Пётр его тут устраивал, из Голландии сюда за европейскими садовниками наши родичи пожаловали. Редкие цветы помогали высаживать. Тут вместе с цветами и прижились. «Ох, красотища получилась!» «А наша мама сейчас в саду работает», — гордо заявил Иоанн. «Огородница работает?» — спросила Федя. «Нет, цареры. Кем-кем?» «Богиня-плодородие». «Но она её изображает. Пока богиню на реставрацию везли», — нетерпеливо объяснил Иоанн. «Богиня на реставрации?» «Да нет, статуя! Просто Эрмитессы лучшие в мире актрисы. Они кого угодно могут сыграть. Мама сейчас изображает Цереру, а на самом деле маму зовут Розалия». Они подошли к высокому постаменту, на котором стояла статуя римской богини из белого мрамора. Голову её украшала короной из цветов. Теодор тихонько сказал, «Мама! Мамочка, очнись! Сад уже закрыт. Посидите или нет?» Мраморная богиня прерывисто вздохнула, открыла глаза, её мгновение ока уменьшилось в размерах и превратилось в Эрмитессу. Она была одета в простое летнее платье. От наряда Церера на ней осталась цветочная корона и букет колосьев в руках. Братья нежно прижались к маме и стали наперебой рассказывать о сегодняшних событиях. «В общем, эту штуковину мы так на место и не приладили. Никуда она не лезет!» — завершил рассказ Теодор. «Папа про какую-то ерундовину нам рассказывал. Подшипник называется. Войди, неё надо шар закатить». «Да, непростую задачку вам задали. Но вы не пропадёте. Тем более, что у вас такой помощник есть», — Розалия указала на Федю. «А пока отдохните у нас немного. Сегодня в летнем саду концерт. Играет старинный фонтанный орган в сопровождении струнного квартета». «Фонтанный орган у нас здорово крякает и лает! Тебе должно понравиться!» — появился о свете Теодор. «Эрмиты взяли маму за руки и отправились по аллее в глубину сада. Федя шёл рядом. Вокруг горели сотни разноцветных огоньков. А чем дальше они уходили от аллеи, тем громче слышались весёлые мелодии. Они вышли на поляну, и им открылась удивительная картина. Под сводами деревьев, увешанных гирляндами и фонариками, стоял массивный дубовый столб. За ним, наверное, могло поместиться не меньше ста человек, а эрмитов ещё больше. Кроме старых и молодых эрмитов и эрмитест, за столом сидели разные зверушки. Федя увидел там ворону с лисицей, волка с ягнёнком, льва, слона с маленькой собачкой и даже стрекозу с муравьём. В дальнем углу сидели лебедь, рак и щука, и, кажется, были чем-то недовольны. Во главе стола боседал величественный боснописец Крылов. Он был увлечён чтением вслух своей новой басни, а эрмиты и зверушки внимательно его слушали. «Дедушка Крылов – давний друг эрмитов. Он специально для нас написал целую книгу басен», – рассказывал Федя Иоанн. Стол был уставлен дивными явствами, приготовленными из овощей и фруктах, выращенных эрмитами-огородниками летнего сада. Здесь были фрукты и ягоды, которых Федя никогда не пробовал. Яблоки со вкусом клубники, черника в огромных виноградных гроздьях, арбузики в личной сапельсин и какие-то совсем незнакомые плоды со вкусом мороженого, шоколадных конфет и пирожных картошка. А вот настоящий картофель эрмиты выращивали любой формы – в виде букв, звёзд, животных, но только не круглой. «Круглая картошка с кукотищей», – объяснил Теодор, уплетавший за обе щёки чернику. Струнный квартет состоял из мартышки, козла, ослика и медведя. Музыканты без споров расселись по своим местам, и грянул задорный танец. А старинный орган оказался фонтаном, в котором по кругу плавали деревянные уточки и собачки, крякая и гавкая в такт мелодии. Молодые эрмиты пустились в пляс, и даже Теодор тут же пригласил одну крохотную и очень милую эрмитессу на пульку бабочку. Он веселил его, напевая что-то легкомысленное. «Проказница мартышки, ослу козлу и мишке, ворона в клюве сыра принесла». В самый разгар веселья Федя заметил, что вокруг стола, да и по всему парку, распускаются тысячи белых цветов на деревьях. Это зацвели вишни. Белые цветы вспыхивали, словно маленькие огоньки, там, где проходила мама Розалия и другие эрмитессы. Федя даже не удивился тому, что в этом саду есть вишни. С эрмитами к чудесному быстро привыкаешь. Как не жаль было ребятам уходить с праздника, но делать было нечего. Воспоминания о мерзком баламуте, который преследовал их, не оставляли Федю. Шарта по-прежнему лежала у него в рюкзаке, и надо было его скорее вернуть, а то неизвестно, что за ужас может случиться. Тем временем в Петербурге становилось все темнее. Всегда шумный и веселый нефт, и проспект был необычно пуст для раннего вечера. Горожане попрятались по домам, как будто предчувствуя надвигающуюся беду. Туристы предпочитали не выходить из своих автобусов, а на Аптекарском и Каменном островах выпал град размером с перепелинное яйцо. Бравый артиллерист Смир Пантелимонович Россия набрел по берегу лебяжьей канавки и не подозревал, что его пропавшее ядрышко находится совсем рядом. Ядро долететь сюда не могло. Если оно на Царицыном лугу оказалось, то есть на Марсовом поле, то это разве что само прикатилось. Да как ему прикатиться-то? Ох, и беспокойная работа! Ворчал старик, пробираясь сквозь вечерние сумерки. И тут он заметил что-то странное. На фонарном столбе, обив его кольцами и подняв голову с открытой пастью, устроился огромный черный змей. Он сматривался в глубину летнего сада, силеясь разглядеть, что там происходит. Батюшки! Змеюка по городу ползает! О, дожили! Аж на столб изобрался! Ахнул Семен Пантелимонович. Ну, ядро я пока не нашел, да хоть питона этого непонятного изловлю, наверняка сбежал из серпентария. И бесстрашный артиллерист стал подкрадываться к столбу, на котором сидел Баламут. Подобравшись ближе, он крепко ухватил зверя за хвост. Попался! Баламут даже крякнул от неожиданности. Ш-ш-ш-ш! Что такое? Страшно залопил змей и попытался вырваться, но отважный Пантелимонович крепко держал его за хвост. Баламут, не переставая шипеть, начал преображаться. Из его спины выросли короткие перепончатые крылья, а из ноздрей стало выбиваться пламя. Под брюхом оказались огромные когтистые лапы. Змей, что из силы, пихнул артиллериста. Так, что тот отпустил хвост и повалился на землю. Баламут скараплался на вершину столба, часто замахал крылышками и прыгнул. Но не пролетев нескольких метров, тяжело плюхнулся прямо в лебяжью канавку и исчез в ее темных водах. «Ах, паразит, убег!» — в сердцах посликнул артиллерист. «Видали мы не таких ящеров! Ух, попадись ты мне!» Питон питоном, а Дилий Пантелимонович не забывал. Отдышавшись, он продолжал поиски своей пропажи. «Ах, паразит, убег!» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова